Дверь в наш дом заварили и снаружи происходит что-то очень странное. Часть 3. На прошлом видео вы набрали 10к лайков за 20 часов. Впечатляет, но для четвертой части нужно 15 тысяч лайков минимум. Мне же нужно тоже отдыхать. Зверь стал более скрытным. Мы больше не слышали его рев, но иногда, проведя несколько часов наблюдения возле окна, я вижу, как он прячется за ветвями в лесу. Сейчас я твердо убежден, что эта напасть пришла именно из леса. Он чувствует себя там как дома. Большую часть времени проводит, пытаясь спрятаться за деревьями, выходя на окраину только чтобы взглянуть на нас. Вроде проверки, на месте мы еще или нет. Мой холодильник уже пуст. Даже когда я рассчитывал ежедневный скромный рацион, еда закончилась намного быстрее, чем ожидалось. К счастью, у меня все еще есть крупа и картошка. Большинство пожилых людей, похоже, не жалуются на это. Я могу понять почему. С ними, выжившими на пенсию, трудно соперничать. Они научились растягивать продукты до следующего месяца. Кроме того, прожившие долгую и тяжелую жизнь пенсионеры, это в основном больные люди. Их колени слабые и ломкие. Старики не могут позволить себе ходить в магазин каждый день. Поэтому они ждут, когда узнают о какой-нибудь распродаже, а затем отправляются туда, чтобы запастись необходимым на целый месяц. Мои соседи, вероятно, имеют запас продуктов на несколько месяцев вперед. Я постоянно думаю об этом. Водопроводная вода тоже стала другой. Она поменяла цвет и запах. Я рад, что наполнил ванну, чтобы быть готовым к чему-то подобному. Некоторые люди предупреждали всех, чтобы ни в коем случае не пили ее. Я слышал разные слухи о том, почему мы не должны это делать. Начиная с того, что в воду подмешаны запрещенные вещества и заканчивая тем, что туда добавлен яд, чтобы избавиться от оставшихся в городе. Лично я не думаю, что это правдивые слухи. Вода, вероятно, испортилась за последнюю неделю из-за труп, так как за ними теперь не ухаживают. Максим начал организовывать ополчение. Отряд добровольцев пока что малочисленный. Мы патрулируем только наш лестничный марш и крышу. Но сосед сделал попытку убедить людей из других подъездов присоединиться к нам. Максим говорит очень убедительно, и я понимаю, почему люди присоединяются к нему. Это возвращает им иллюзию контроля над ситуацией. Несмотря на то, что у нас нет ничего, кроме самодельного оружия, заостренные метлы, ножи или в моем случае топорик для мяса, люди теперь меньше боятся покидать свои квартиры. Они доверяют нам. Я думаю, что это напоминает им о прежних советских временах, когда по улицам ходили дружинники, добровольные помощники милиции, которые присматривали за порядком в окрестностях. Это было обычным делом. Однако не все жильцы готовы были присоединиться к его призыву. Самый дальний лестничный пролет направо принял нас довольно холодно. Когда мы спустились с крыши, чтобы рассказать им о нашей идее, нам дали отворот-поворот. Дорогу преградила воинствующая группа людей. Некоторые из них явно были пьяницами. Их выдавали лица красные и опухшие от постоянного питья, в то время как у других виднелись тюремные татуировки на разных частях тела. От собравшихся несло алкоголем и тяжелым перегаром. На заднем фоне слышались звуки блатняка. Где-то далеко на расстоянии я уловил лязг металла, но не обратил на это особого внимания. Впереди стоял лидер, человек с золотыми зубами и обнаженным торсом, выставляющий на всеобщее обозрение татуировку православной церкви. Он сплюнул на землю, когда услышал наше предложение. «Пытаешься командовать здесь?» Сказал вожак с фальшивой усмешкой, стараясь показать нам каждый свой зуб. «Посмотрите на это, ребята!» Он указал на меня. «Такой молодой и уже мусор!» Толпа позади него нерешительно рассмеялась. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Враждебные лица и взгляды этих людей таили опасность. Это было похоже на то, будто я снова смотрел в глаз тому зверю. «Мы делаем это для общего блага», – сказал Максим, уставившись на мужчину. «Сейчас все в опасности и нам нужно держаться вместе». «Мы сами можем позаботиться о себе», – ответил мужчина, вытаскивая пушку из-за пояса. Он добавил после секундной паузы. «И нам не нужно, чтобы кто-то слонялся вокруг. Теперь убирайтесь обратно в свой угол, кучка слюнтяев». Я почувствовал руку Максима на своем плече. Он тронул меня, давая понять, что пора уходить. Мне было плохо от того, что этот человек так нагло с нами разговаривал, и ему все сошло с рук, но я ничего не мог с этим поделать. «Приведи несколько девушек в следующий раз!» – закричал один из мужчин, когда мы уходили, и толпа засмеялась. «Ладно, черт с ним», – сказал Максим на обратном пути. «Кажется, у них там хата, сходняк». Когда он встретил мой непонимающий взгляд, друг объяснил. «Это место, где собираются преступники после того, как они отбыли наказание, чтобы отпраздновать выход на свободу. Похоже, что их здесь закрыли вместе с нами, и они, по всей видимости, не осознают степени опасности». Парень продолжал рассуждать. «Кажется, они тусуются весь день, а это значит, скоро у них не будет еды. Я не завидую их соседям. Максим хороший друг. Я до сих пор не уверен, является ли он таинственным сварщиком, который запер нас всех. Единственная подсказка, которую я имею, – это марка сигарет. Пачка с таким же брендом, как и у найденного окурка, полученная от него. Не улика. Мне трудно утверждать, что он единственный во всем здании, кто курит эти сигареты. Хотя эта курива не совсем обычная. Я не так часто видел, как люди покупают его. Снова пытался заговорить с соседом на тему, что он думает о личности сварщика. Кто это может быть и почему он это сделал. Пока Максим отвечал мне, я внимательно всматривался в его лицо, чтобы заметить любую мелочь. Если бы он начал нервничать, тогда это было бы точное попадание. Но лицо парня все время оставалось спокойным. Он даже получал некоторое удовольствие, размышляя о том, кто это может быть и каковы были мотивы. Либо Максим был очень хорошим лжецом, либо это был не он. После этого разговора я получил задание проверить подвал, чтобы выяснить, сможем ли мы выбраться через канализацию или что-то сможет проникнуть через нее внутрь. По правде говоря, мне было страшно спускаться туда. Бетонные стены, покрытые мхом и паутиной, простирающиеся от стены к стене, совсем не привлекали. Но по-настоящему меня пугали крошечные окна вдоль стен. Они были слишком малы, чтобы пролезть в них. Я едва мог бы пропихнуть туда свою голову, если бы попытался. Но я все еще боялся, что что-то может проникнуть в подвал именно через эти отверстия. Цокольный этаж проходил под всем зданием. В каждом пролете была дверь, ведущая вниз. Поэтому не сразу удалось найти люк, прикрывающий канализацию. Когда я наконец обнаружил его в дальнем углу подвала, то испытал смесь эмоций. Крышка люка тоже была заварена. Это означало, что ничто не могло пройти через него, но также и ничто не могло выйти. За последние несколько дней мы иногда слышали выстрелы на недалеком от нас расстоянии. Стрельба велась словно из пулемета. Но я сомневался, что у кого-нибудь из жителей в нашем городе есть такое оружие. Возможно, только у полиции. Воспринималось это так, будто совсем рядом идет война. Такие звуки наполняли меня надеждой на то, что мы скоро будем спасены. Но я не мог не задаться вопросом, во что они стреляют так долго. Я сомневался, что один зверь сможет вобрать в себя столько боеприпасов. Кроме того, почти ничего не изменилось за это время. Один день следовал за другим. Я проводил большую часть своего времени с Наташей. Мы вдвоем старались немного отлечься от окружающего нас враждебного мира. Вчера я был в ее квартире, играл с подругой в Монополию. Внезапно мы услышали какие-то крики. Посмотрев в окно, выходившее на город, я почувствовал, как мое сердце быстро забилось. Кто-то убегал от дома. Прищурился, стараясь разглядеть фигуру человека, и сердце застучало еще сильнее. Я понял, кто это был. Старик, который искал инсулин. Открыл окно и посмотрел вниз, уже зная, что я искал глазами. Конечно же, это было там. Веревка сделана из простыней, свисающая из окна второго этажа. В отчаянии мужчина должно быть решился сделать роковой шаг и бросился к аптеке, чтобы получить лекарство, необходимое ему для выживания. Другого выбора не было. Либо так, либо медленная и мучительная смерть. Он исчез из окрона деревьев, и через несколько секунд я услышал, как разбилось стекло. Он должно быть разбил окно аптеки, чтобы проникнуть внутрь. Звук эхом разнесся по пустым улицам. Наташа содрогнулась от страха. Я знал, о чем она подумала. Если существо, которое преследовало наш дом на прошлой неделе, услышало этот звук, оно, несомненно, скоро появится в поисках своей следующей жертвы. Через несколько минут я увидел, как мужчина бежит к дому, что-то сжимая в руке. Даже на расстоянии было заметно, насколько он бледен. Пожилой человек был один под открытым небом, вдали от защиты наших стен. Через мгновение я почувствовал прилив уважения к мужчине, нарастающий в моей груди. Он бросил вызов всем страхам и отказался умереть, ничего не делая. Смельчак уже подходил к нашим окнам, когда мы услышали стонущий рык зверя. Где-то совсем рядом, очень близко. Мужчина схватил веревку и начал подниматься. Был уже примерно на полпути, когда его слабые руки разжались, и он упал на землю. Старый и слабый, он вряд ли сможет сделать подъем повторно, даже если он не будет истощен и ослаблен своей болезнью, как сейчас. Страдалец медленно поднялся, потирая ушибленное бедро, и попытался снова забраться в дом, когда за углом существо уже показало свою голову. Я, наконец, смог рассмотреть чудовище полностью собственными глазами, и это превзошло все мои самые смелые представления о нем. Было предельно ясно, что страшный монстр был не из этого мира. Его передние ноги были толстыми и крепкими, заканчивались лапы длинными фалангами, которые похожи на человеческие пальцы. Задние конечности намного короче, и в очередной раз пародируя человеческую природу, выглядели как человеческие ноги. Все тело зверя было покрыто черным длинным густым мехом, за исключением головы, которая была лысой, обнажая серую кожу. В центре его почти человекоподобной головы дико вращался один глаз, разыскивая свою жертву. Жуткий взгляд остановился на старике, и зверь грозно зарычал. Мужчина не сдавался, пытаясь ползти вверх, страх подгонял его, но не придавал сил. С разбитым бедром он едва смог преодолеть один метр над землей, а слабшие руки не могли больше держать старика. Зверь, должно быть, заметил это, потому что он не бросился на него сразу. Вместо этого тянул время, чтобы не спеша приближаться, словно насмехаясь над попытками человека убежать от него. Когда существо находилось всего в пяти метрах от дома, человек впрыгнул на землю и попытался убежать, но зверь преодолел расстояние, разделяющее их одним быстрым прыжком. Он поднял свою лапу над добычей, сжав пальцы в кулак. Я отвел взгляд, но все еще слышал разлет мокрых брызг, когда мощный удар обрушился на голову человека, как молоток, мгновенно уничтожив его. По крайней мере, он не страдал так, как тот, что был до него. Когда я снова осторожно взглянул на улицу, существо и его жертвы исчезли. Единственным доказательством того, что внизу произошло, была длинная красная полоса, ведущая за угол дома к лесу. Я считал этот день достаточно насыщенным страшными моментами. Но прошлой ночи случилось еще кое-что. Проснулся от странного звука, который преследовал меня во сне так долго, что я захотел немедленно узнать причину. Звук сварки. Я быстро выпрыгнул из своей кровати и прислушался. Просто не мог сразу понять, откуда доносится звук. Но когда я выглянул в окно, то заметил свет, идущий с крыши сверху, в том направлении, где проживали преступники. Я выбежал из квартиры как раз вовремя, чтобы увидеть, как Максим закрывает свою дверь. На нем были только боксеры. И я определил по его поведению, что он очень спешил. Как и я, он хотел узнать личность таинственного сварщика. Когда мы поднялись на крышу, мастер уже ушел, но не раньше, чем закончил то, что делал. Дверь, ведущая вниз к преступникам, была теперь укреплена импровизированными воротами, сделанными из перил лестницы. В тот момент я понял, что звук, который слышал раньше, лязг металла, вероятно, производил сварщик, работающий над перилами, чтобы придать им необходимую форму. Неизвестный профессионал, которого я разыскивал на прошлой неделе, был на шаг впереди меня. Теперь я знал, где он живет, и не смог туда добраться. И даже если бы я нашел этот путь, мне сначала пришлось бы разбираться с преступниками. Я помнил, о чем они раньше предупреждали нас, и понимал, что меня там не ждут. Однако насущным вопросом было не то, кем он был. Меня больше всего беспокоило, почему он это сделал, что заставило его установить ворота на дверь, ведущую на крышу. Возможно, было что-то, чего мы не знали. Я считал, что мы немного поживем спокойно, неприятности временно прекратились. Но у нас снова плохая новость. Сегодня утром мы нашли одного из жильцов мертвым на лестничной клетке. На его теле не было никаких ран, но изо рта вытекала пена, а кожа покойника имела самый неприятный оттенок пурпурного цвета. Я узнал его, взглянув на лицо мужчины. Это был тот самый человек, который в первый день нашего заточения сказал, что в прошлом работал сварщиком. Его рыдающая жена рассказала нам, что у мужа не было болезни сердца. Он всегда был здоровым человеком. Это привело нас к единственному заключению. Его отравили. Придется поверить, что в питьевой воде действительно есть яд. С тех пор мы больше не пьем водопроводную воду. Я также убежден, что власти оставили нам электричество, чтобы заманить всех существ к нам. Конец третьей части. Смотри так же. Инструкция по выживанию, которую мы придумали, вышла из-под контроля.